всем привет я рада что вы зашли на мой канал и сегодня у меня отчетное видео понедельника в этом видео я покажу свои готовые работы их к сожалению не так много как хотелось бы покажу чем и сейчас занимает свои текущие процессы ну по традиции в конце видео поделюсь какие я покупки совершила сразу скажу неделю мне не очень плодотворная получилось но все равно хочу с вами поделиться что я успела сделать за прошедшую неделю видео будет состоять из нескольких подключений так как я выполняла заказы упаковывала отправляла и сразу снимала чтобы осталось это также на память ну давайте начну самого интересного заказа который мне поступил на этой неделе и я его быстренько с удовольствием выполнила так вот моя прелесть прелестная вот такую куколку я связала давно хотела эту куколку повторить я уже вязала ее несколько раз и собиралась на самом деле вязать таких куколок для ярмарки и тут как раз мне заказали связать такую маленькую куколку эту куколку мы с вами вместе вязали на канале ссылку на то видео я оставлю в описании под этим видео можете перейти и также вместе со мной связать такую куколку давайте рассмотрим ее поближе посмотрите какая она миленькая маленькая так пока шапочку сниму чтобы измерить рост такой куколки рост ее у меня получился двадцать три спайна но это в башмачках сантиметра башмачки снимаются но их одевать не так то просто поэтому я сейчас не буду тратить на это время снимается то они легко но вот натянуть на ножку их нужно приноровиться мне кажется даже ребеночек сам может не справиться но я думаю родители помогут натягивать такие туфельки на ножки куколка примитивная здесь не вывязываются никакие рельефы ножки прямые но немножечко тут загнутые стопочки вот тоненькие ручки набиты только в кулачках сами не мягенькие поэтому куколку легко одевать вот шарфик также снимается сделаю вот такую сумочку мне кажется детям интересно играть когда такие игрушки интерактивные платье также снимается и она у меня на застежки вот на пуговички но платье легко снимать ребенок сам справиться такой объемная я назвала эту куколку зефирка например так какая-то потешная уютная нежная милая здесь заплела и косичку и маленькую веревочку бантик привязала сверху просто вывязывается пряжей цвета волосиков макушечка а волосики этой шерстяной пряжи привязываются за полупетли свободные но видео мы с вами все подробно разбирали глазки на безопасном крепление вышитый носик нежный шарфик такой цвет мяты и шапочка в таком же цвете вот комплект шапочка с помпончиком мне нравятся такие куколки они маленькие у меня на ярмарке таких куколок прошлом летом раскупили милая куколка сейчас мне нужно ее упаковать красиво я уже приготовила для этого коробочку вот эта коробка сейчас я свернула уже приготовила купая такие коробки в магазинах для кондитеров часто спрашивают где вы покупаете такие коробки такой магазин у меня рядом с домом поэтому я беру с собой игрушку сразу могу примерить как она хорошо подходит для моей игрушки и вот посмотрите как сейчас она хорошо здесь помещается в коробочке сейчас я снизу положу бумажный наполнитель чтобы куколка там не болталась открыточку нежно-розовыми кажется она добавит еще такого уюта мимимишности и в подарок вот такую резиночку для волос также положу сейчас привяжу этикеточку также ручная работа хендмейт герлычок сейчас упакую подключусь покажу как же у меня куколка смотрится уже в упаковке у меня есть вот такая бумага тишью мне кажется на хорошо бы подошла для упаковки но она мне здесь не понадобится так как у меня коробочка с окошком с прозрачным а если я куколку накрою тогда не будет видно куколку через окошко или на дно постелить не знаю мне кажется наполнитель хорошо так подходит я специально выбрал такой цвет не темный голубенький пусть будет все куколка отправляется в коробочку так да она там все лежит не болтается все хорошо у меня как раз есть розовая джутовая веревочка и сейчас я ее использую для того чтобы завязать коробочку чтобы она не открылась но вот такой подарок у меня получился мне кажется девочки он должен понравиться и ей будет интересно играть такой куколкой и сама довольна своей работой и получила массу удовольствия от исполнения этого заказа так дальше что я хочу показать в этот же заказ я сейчас буду отправлять еще одну готовую игрушку которую я вам показывал в предыдущем видео вот этого зайчика у меня купили это первая моя игрушка связанная спицами и сейчас также я буду упаковывать этого зайчика и отправлять я сделала по совету в комментариях никто то написал что хвостик можно не пришивать а вышивать вот я вышила такой маленький хвостик пышный столбик как будто бы теперь у меня полноценный зайчик с хвостиком так сейчас также приготовила для него коробочку и упакую очень мне нравится упаковывать мои посылочки вот собрала коробочку сейчас она у меня белого цвета по размеру такая была подходящего вот формата все здесь я положила бежевый наполнитель хочу также вставить открыточку зайчатами чудеса там где в них верят такая открыточка так еще хотела я яичко сюда положить пусть будет скоро пасха и открыточка видите как все хорошо помещается и приготовила атласную ленточку мятного цвета сама смотрю балдея какая красота мне кажется очень все сочетается ленточка под свет платья зайчика как же мне нравится упаковывать подарочки прелесть я решила открыточку сверху положить а зайчика вот такую наклеечку нашла объемную я положу сюда вовнутрь все мне так больше нравится что заново буду завязывать все вот так посмотрите какая прелесть красота же все еще одно дело у меня сделано и в этот же заказ я отправляю так у меня купили вот эти брелочки три машинки тыковку и две сушки что у меня было в наличии и вот эти четыре салфеточки маленькие по описание патрисии кристоферсон которые у меня были уже также связаны готовы было бы больше мне их купили бы больше но к сожалению у меня сейчас времени нет их вязать но может быть потом я их на вижу разных так ведь я просто упаковываю в пакетик но и салфетки ничего тут сложного и мудрого я не буду мудрить и хочу в этот заказ положить в подарок вот эту салфеточку осенний кленовый листочек так все упаковываю сейчас все большую коробку и отправляю хочу показать вам очередную курочку которая у меня связалась начало и я вам уже показывала в предыдущем видео и вот я ее доделала посмотрите какая симпатичная все-таки пряжа это хорошо подходит для вязания таких курочек курочек пеструшек интересная курочка также сделала ей корзиночку цветочек для украшения и вот три яичко также вкладываю ей гнездышко сейчас упакую курочку в пакет вкладываю открыточку и отправляю заказчику вкладываю выплаты вкладываю и вы все вкладываю по после предыдущего видео мне пришли заказы на вязание вот таких сумочек я вам показывала вот этого котика и мне заказали уже две сумочки котика вот одно я связала также рыженького захотел заказчик сделал бантик из той же ткани из какой сделала подкладочку сумка на подкладке с магнитной застежкой вот такой милый котик рыжулькин получился но это также у меня но это заказ я пока собираю там не только один котик поэтому я его пока отложила и не отправила а вот эту сумочку я сейчас упакую и также отправляю покупателю прелестная сумочка 15 на 17 сантиметров размер такого котика на длинные ручки но эти сумочки я уже много раз показывала вот и второй котик у меня будет серенький сумочку я также упакую в обычный целлофановый пакетик склеиваем клапаном положу открытку вот рыжий котик очень такая смешная открыточка кот ныряет в воду аж очки слетели для плавания рыбки тут так и положу наклеечку такую объемную у меня нет котика но вот так же рыжая лисичка пусть будет мне кажется ребеночку будет приятно получить и наклеечку в придачу и 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 у меня купили несколько салфеток и эту салфетку и он недавно также показываю видео связано из мотивов и потом обвязывается кайма такой большой размер и в этот же заказ у меня идет вот вот такая тоже не маленькая салфетка так это изнаночная сторона вот лицевая хочу также запечатлеть их на память себе очень красивая салфетку такую салфеточку мы с вами вместе вязали на канале ссылку на мастер-класс по этой салфетки я оставлю в описании под этим видео так что можете перейти если вы еще не вязали и не видели вдруг вы пропустили это интересное видео и связать вместе со мной такую очаровательную салфетку также сейчас я упаковываю и отправляю покупателю и в заказ я положу открыточку упакую в красивую оберточную бумагу а а а Субтитры создавал DimaTorzok Еще хочу показать две салфетки, которые также у меня купили И чтобы они остались на память, хочу включить всю эту красоту в это видео Также посмотрите, какая красота! Это просто что-то необыкновенное, какое чудо! Мне очень нравятся и расцветки, в каких я связала сама! Хвалю себя, нахваливаю! Очень мне нравится эта салфетка! Вязали ее также в совместном вязании в инстаграме Но автора я... Нет у меня привычки записывать автора Но, конечно же, я уже и не вспомню Если вдруг кто-то узнал эту салфетку, попрошу в комментариях также написать Чтобы мы все полюбовались на эти салфетки в исполнении других вязальщиц Но это в инстаграм мы вязали эту салфеточку Очень красивая! Много интересных элементов Салфетка связана из ниток ирис кировский Здесь такой какой-то цвет Этот я называю такой же вот и канареечный Светло-бежевый Вот этот зеленый тайга, лесной Но такой он не темно-зеленый Очень приятный оттенок Ну и вот немножечко, чтобы салфетка была не совсем такой мрачной Хотя она мне вот как осенняя, лесная, не знаю Но очень приятная такая Я сделала вставочку беленькую, чтобы освежить ее немножечко Но это не белоснежная Вот такой немножечко топленого молочка Вот эту салфетку купили И беленькую, вот эту белоснежную салфеточку Это нитки лилия Также она не кипельно-белая Но натуральный такой белый приятный цвет Надо немножечко ее отпарить Она у меня лежала И немножечко вот растянулась Так, все, сейчас я также их упаковываю И отправляю И так же, как и всегда Я стараюсь вкладывать открыточки Положу и в этот заказ Вот такую симпатичную открытку с белой смородиной Так Также завяжу сейчас золотой ниточкой И так же, как и всегда Так, я решила упаковать в целлофановый пакет И хочу положить еще вот бантик Вот так для украшения Все, можно заклеивать уже Все, готовые заказы я вам показала Которые сегодня буду отправлять А еще хочу поделиться С текущими моими заказами Над которыми работаю в данное время Но это мне нравится Это вяжу в перерывах между другими процессами Так, и что это у меня Я вам уже показывала начало В предыдущем видео Вот вяжу вот такие яйца Это будет гирлянда Сразу прикрепляю к ним атласные ленточки И в чем у меня тут была загвоздка Я никак не могла подобрать форму и размер яиц Которые бы сочетались хорошо с курочками Так, сколько у меня курочек уже готово Но опять, они у меня не готовы Еще не до конца доделала Осталось сделать клювики и гребешки Ну и глазки пришить Так, одна Вторая, третья Не знаю еще, сколько понадобится для гирлянды Четвертая Пятая Шестая Шесть курочек у меня вот Связала для них Вот такую тесьму В салатовом нежном цвете С лепесточками, с листочками Вот на нее будет крепиться Сама гирлянда Подвесочки будут у меня Корочки Также надо еще придумать Как их прицеплять К тесьме И яйца Так Одно Второе Вот этот формат мне больше всего понравился Надо сейчас мне записать схему Потому что много разных схем То они получаются какие-то вот острые Как лимоны Вот это какое-то круглое Ну вот это более-менее по форме Но мне оно маловато яичко Это слишком крупное на 40 Сколько тут у меня петель Уже не помню Петель Петель Все время путаю Как правильно говорить Петель или петель И кто-то давно мне Так же в комментариях написал Чтобы не путаться Петель Делают ударение на не тот слух Вот петель Земель Мы же не говорим земель Так что петель Тоже это неправильно Так Здесь у меня сколько 30 В диаметре петелечек Поэтому Не петелечек Не земель Петелечек Вот И хочу еще вот таким нежно-зеленым Связать также Еще одно яичко Будет пятое Между корочек И как я буду вышивать Клювики И гребешки Я наверное возьму Для этого нитки Мулине Для вышивки Они потоньше И будут не такие грубые Клювики Так вот у меня еще розовое Но оно у меня без ленточки Атласной Ленточку я ввязываю Когда сразу набираю Затягиваю кольцо Амигуруми Сразу вставляю тесемочку Чтобы потом не мучиться Не пришивать Вот А это яйцо связала И сразу не вставила Как теперь туда его внедрить Ну пусть это яйцо у меня будет Вот эти у меня лишние получается Четыре яйца Это мои эксперименты Все Ну и в подарок К этому заказу Я конечно же положу Там пару Таких яичек Но это уже как бумажные Так Так что вот у меня процесс Все продвигается Но потихонечку движется Вот планирую Прямо в ближайшее время Его доделать Но мне надо еще Вышивать узоры Какие-то на яичках Украсить хочу Может быть Вышью Французские узелки Контрастного цвета Вот Может быть Зигзаг Какую-то Проложу здесь Курочек Мне кажется Даже не нужно Их никак Украшать Они сами по себе Такие нежные Уютные И вот я купила Два моточка пряжи Вот новых Опять вот Вроде бы Ниток много Но всегда чего-то Не хватает Вот купила Салатовый моточек И лимонный Вот такой Нежно-лимонный Вот такие У меня Продвижения Пока Это мои Процессы Так Сейчас Все уберу И продолжу Так Что еще Связала Сделала Вот такую Кофточку Связала Спицами Вот Надо пришить Пуговичку Сейчас Может быть Сердечко Пришью Вот у меня Будет на одной Пуговичке Вверху Вот здесь Застегиваться Как кофточка Болеро Это кофта Для большого зайца Не буду Сейчас вам Этого зайца Показывать Когда соберу Весь комплект Одежды Для него Тогда покажу Все целиком Я этого зайца Уже вам Показывала Вот все Никак ему Не доделаю Гардероб Надо сшить ему Там юбку И связать Еще царафанчик И салоху На голову Вот тянется Тянется у меня Этот заказ Но он Вроде бы Как не к спеху И поэтому Я и не тороплюсь Ну и так же Затягивать Мне не хочется Все-таки Никто не придет За меня Не сделает Надо доделать Как говорится Сделай дело Гуляй смело Вот такую кофточку Связала Вроде бы маленькая А все равно Время на нее Надо потратить Все Вот кофточка У меня готова Все равно Потихонечку Процесс Этот у меня Продвигается И еще Мне поступил Вчера Новый заказ Так Связать Вот такую Салфетку Так она у меня Мята Не обращайте Внимания Просто она у меня Лежит Как образец Я по ней Смотрю Где Когда Лучше поменять Цвет нити Но мне нужно Связать В другом Цвете Опять Заказчик Мне Сказал Что я могу Выбрать На свой Вкус И новая Салфетка Которую я Планирую Связать В ближайшее Время Полетит В Шанхай Я вот думаю В каких же Цветах Но все равно Мое предпочтение Это конечно же Коричнево Бежево Молочные Тона Спокойные Светло-серые Теплые Буду Вязать Такую Салфетку Эта Салфетка У меня Вот Которая В данный Момент На столе Лежит Связана Уже Давно Это нитки У меня Ирис Вот у меня Была Салфеточка В бежевом Молочном Но я ее Вот отправила И наверное То подключение У меня будет В этом видео Вот прям Буквально Ее недавно У меня купили Вот мне надо Сделать повтор Но так как Повторы совсем Один в один Я не люблю делать Буду вязать Немножечко По-другому Но там Буду комбинировать Нитки Разных Видов Там Чтобы главное Мне сочетались По оттенкам Ну и по толщине Соответственно Так же Буду Подбирать Сама Здесь тоже Какие-то у меня Изменения И это не факт Что у меня Та салфетка Новая Которая Я планирую Связать Будет Так же Столбики Там что-то У меня Все равно Я каждый раз Когда вижу Эту салфетку Что-то Меняю Какие-то Элементы Вношу По настроению Все Ну что У меня Получится Я конечно Вам покажу Обязательно Но это Наверное Будет В следующем Видео В этом Видео Конечно Я уже Не свяжу Так Очень Мне прям Хочется Самой Взяться Скорее За этот Заказ Давно Не вязала Салфетки Очень редко В последнее Время Почему-то У меня Салфеточки Вяжутся А Мне Нравится Вязать Это Так же Отдых Наслаждение Для меня Вот Буду Вязать Новую Салфетку Так Может Быть Сейчас Нитки С вами Немножко Подберем Вместе Какие Оттенки У меня Есть Я посмотрела Сколько У меня Ниток Ириса Разного Наверное Я сама Подберу Не буду Занимать Ваше Время Все Таки Это Творческий Процесс Здесь Долго Нужно Разные Подбирать Оттеночки Это Много Время Нет Я Потом Сама Так Сейчас Я займусь Пока Свету И Я Люблю Сочетать Нитки При Дневном Свете Потому Что Вечером Уже Как-то При Искусственном Освещении Цвета Искажаются И Не так Уже Хорошо Можно Определиться С Выбором Света Так Все Сейчас Буду Заниматься У меня Наверное Будет Не только Ирис А там Я Добавлю И пеликан И анну Пихорка Ажур Но у меня Разных Много Ниток Сейчас Я Этим Займусь Так Ну и Давайте О покупках На этот На этот Раз Их Не так Много Откупила Коробки Я Вам Уже Их Показывала Разные Эти Коробочки Это Для Упаковки Носков Так Вот Эти Нитки Я Уже Про Них Также Говорила Для Гирлянды Пасхальные Этот Цвет Вот Нежно Лимонный 86 И Вот Этот Нежно Салатовый Этот Цвет У меня 11 Это Ярнард Джинс Я Вяжу Вот Этот Нежно Персиковый Также У меня Там В Курочках 73 Так Вот Эти Два Моточка Купила И Первый Раз Из Такой Пряжи Я Еще Не Вязала Это Фикс Прайс Купила Картопу Амигуруми По Составу По Метражу Нитки Совпадают Ярнард Джинсом В 50 Граммах 165 Метров Вот Цвет Вот Этот Как Телесный Мне Кажется Он Хорошо Подойдет Для Куколок К 793 Состав Такой Жи 51 Процент Хлопка Так Акрила И 49 Хлопка И Вот Такой Оттеночек Это Все Фикс Прайсе Цена Там Около 100 Рублей За Моточек Я Уже Точно Не Помню Так Этот Цвет К 234 Нежно Нежно Розовый Такой Припыленные Розы Мне кажется Он даже И для Куколок Вот Для Тельца Подойдет Хотя Может быть Слишком Розоватый Для Кожи Вот Этот Наверное Лучше Подойдет Так Как Хочу Сейчас Повязать Куколок Вот Ну Даже Платье Какой-то Нежная Шляпка Колготочки Может Быть Будут Таким Цветом Кстати Я Не Показала Куколку Вблизи Там Связала Я Колготочки И Сверху Сделала Имитацию Подворотика Как Будто Б Колготочки Надеты На Тело Вот В Мастер Классе Когда Мы С Тело Вот Такой Рядочек Там Я Также Провязала На Колготочках Это Что Касается Изменений По Куколке Так Купила Упаковочную Бумагу Такую С Котятами Это Тоже Фикс Прайсе Она Такая Нежная Интересная Также Люблю Покупать Такую Упаковку Вот И Что Еще Ну Все Вроде Б Никаких Покупок Больше У меня Нет Я Стараюсь Держусь Чтобы Лишнего Не Покупать Это Я Уж Купила Нитки По Надобности По Необходимости Просто Они Мне Нужны Для Моих Каких То Текущих Проектов А Так Хочу Вязать Что 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 У У У Ниток Которые Есть У Дома В Наличии Все Рано Немножечко Нужно Извязывать То Что У У Есть У Накупать Новое Как Этому Научиться Я Еще Пока Не Знаю На Покупке Я Вам Показала Давайте Положу Вот Салфеточка У 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 Спасибо Кто Приобрел У Меня Наборы Пряжи На Самом Деле Я Не Думал Что Будет Столько Желающих И У 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 отправлю одна посылка весит около килограмма чуть больше и я носила по 5 посылок в день больше мне по состоянию здоровья поднимать нельзя так 5 килограмм почти 6 килограмм носила поэтому а два раза в день ходить на почту но это слишком просто пока дойдешь туда обратно одеться раздеться но все все кто оплатил посылки я вроде бы отправила если вдруг кого-то пропустила пожалуйста напишите мне но это в личных сообщениях вот и кто еще желал приобрести посылки я может быть еще не всем ответила но хочу сказать сейчас я немного отдохну от предыдущих отправок и может быть займусь комплектованием новых наборов у меня конечно нитки какие-то остались но в основном светлых таких салфеточных воротничковых оттенков я конечно же все раздала наставила себе какие-то для вязания со всеми то нитками я не могу расправиться ну и какие-то виды пряжи у меня закончились и уже наборы будут неполные мне надо чем-то их заменить мне нужно посмотреть какая там у меня пряжа еще в наличии темных не так конечно у меня много но про темные нитки я расскажу но в каком-нибудь другом видео в своем следующем может быть кому-то нужны нужная темная пряжа не те же вяжут из хлопковой пряжи салфетки воротники кто-то вяжет и блузочки любки какие-то головные уборы вот у меня много темной пряжи осталось надо также мне ее предложить моим зрителям кому-то может быть она также понадобится вот но светлая пряжа у меня уже на минимуме осталось у меня все таки тут не предельно ниточный комбинат а вот что было то я с вами поделилась но как поделилась продала я считаю что за очень хорошую цену и кто у меня купил я думаю будут довольны сейчас у меня перед пасхой много заказов которые я должна успеть связать вот ближайшие три недели и поэтому мне пряжей заниматься некогда и этим я может быть в мае еще продолжу но я об этом я вам сообщу в одном из своих видео на этом я буду с вами прощаться если вам понравилось это видео поставьте пожалуйста большой пальчик вверх я надеюсь вы почерпнули для себя что-то интересное и полезное все вам самого доброго вяжите с удовольствием 7 ровных петелек и до новых встреч